Наташа, похоже, до сих пор не может восстановиться после позора. Песня «Палочка-выручилочка», написанная Игорем Николаевым, стала буквально последней коплей для фанатов Наташи Королёвой. Пошлости про половые органы никак не стыковались с образом певицы, которая со сцены вещает про маленькую страну. Ранее Андрей Макаревич пришёл на программу «Галкину» и разоткровенничался. Музыкант рассказал о тайне своего друга Игоря. «Ко мне однажды пришёл Николаев в слезах и говорит, что за песню «Палочка-выручилочка» его и Наташу грязью поливали с ног до головы. Такой исход событий неудивителен, вот только Королева до сих пор не может отмыться от позора. Как композитор и продюсер Наташи, Игорь сочинял для неё песни, которые пользовались небывалым успехом. Свою популярность Королёва приобрела как раз в 90-е под предводительством супруга, но он собственноручно загубил её карьеру этой песней. Как бы Наташа не старалась вернуть былую славу о пошлой безвкусной песне, о «Палочке-выручилочке» поклонники забыть не в силах. В прошлом году Королёва выпустила последнюю песню, но, к сожалению, популярности ей это не прибавило. Один необдуманный шаг порой может испортить жизнь на долгие годы. Николаев умело смог реабилитироваться, ведь после данного инцидента он продолжил писать песни для Пугачёвой. Королёва, оставшись одна после развода, только подтвердила свою несерьёзность и пошлость, связав жизнь со стриптизером. После того, как в сеть попали её с Тарзаном обнажённые фото, на карьере певицы Наташи, видимо, пришлось поставить крест. Субтитры создавал DimaTorzok